добрый день добрый вечер дорогие друзья у нас очередная сессия научно-образовательного проекта пульмонологии мегаполиса российского респираторного общества сегодня мы говорим о интенсивной терапии и у нас в гостях доц штабницкий доцент кафедры пульмонологии ранимого имени пирогова который нам расскажет о неинвазивной вентиляции легких ну и мы все конечно ждем выступление легендарного профессора процента процента из легендарного госпиталя коммунарка где он является главным врачом но я думаю что это будет очень интересно ну и мы начинаем с василия андреевича пожалуйста добрый день да спасибо большое я наверно тогда буду приступать мой доклад посвящен проблеме неинвазивной вентиляции в легких пульмонологии но опять же это короткий обзорный доклад где-то на 30-35 минут я попытаюсь коснуться аспектов вентиляции показаний и противопоказаний к неинвазивной вентиляции легких немного поговорить про методики настройки этих приборов в разных клинических ситуациях и сделать небольшое такое объявление по поводу ныне действующих и работающих приборов что на сегодняшний день есть и какими свойствами эти приборы обладают а вот тут переключение как-то пропало раньше была такая переключалка то есть она будет теперь по голосу хорошо основные неинвазивной вентиляции легких методика вспомогательной вентиляции с помощью не инвазивной энкофейса с помощью маски существует уже более 30 лет в своем таком уже активном использовании до этого использовалась реже но тоже большой опыт был раньше на сегодняшний день что можно сказать про неинвазивной вентиляции легких для чего она используется эта методика не только улучшение прогноза но и улучшение качества жизни снижение выраженности симптомов и когда мы проводим неинвазивную вентиляцию легких мы не только лечим острую хроническую дыхательную недостаточность мы снижаем одышку улучшаем переносимость нагрузки и появляется масса таких хороших социальных эффектов пациент становится допустим более свободен ну кроме того что у него физически увеличивается переносимость нагрузку он больше может пройти пациенты могут покидать госпиталь покидать отделение реанимации даже немножко выходить домой и пациенты могут не госпитализироваться или допустим у них даже могут избегать каких-то обострений с помощью неинвазивной вентиляции легких это действительно один из способов снижения допустим количества обострения у пациентов с хобл тем самым мы предотвращаем внутрибольничные и уж тем более вентилятор ассоциированные инфекция если пациент попадает в реанимацию с помощью метода неинвазивной вентиляции легких можно предотвратить вентилятор ассоциированное осложнение следующее спасибо как работает аппарат неинвазивной вентиляции легких он работает с помощью метода положительного то есть на вдохе при работе прибора воздух устремляется через маску вдыхательной пути пациента и буквально физическим своим воздействием раскрывает грудную клетку и осуществляется вдох. То есть вдох осуществляется с помощью положительного давления. Выдох осуществляется пассивно за счет эластических свойств грудной клетки. Аппарат не способствует выдоху, он лишь аппарат сбрасывает давление на выдохе до минимального значения. Как видите, вот здесь стрелочка около маски. Пациента все равно показывает, что вдох продолжается, но с небольшим давлением. Этот поток воздуха, он необходим, чтобы обеспечить выдох из маски. Видите, здесь показано такое небольшое облачко. Это тот воздух, который выдыхает пациент. То есть это, в принципе, достаточно простая методика, но благодаря своей простоте она создает вот эти возможные альтернативы искусственной вентиляции легких. То есть это простой, но достаточно эффективный способ для вентиляции легких. Следующий слайд. Некоторые эффекты неинвазивной вентиляции легких, здесь очень хорошо видно на слайде, кроме самой вентиляции, у пациентов с ХОБЛ предотвращается экспираторный коллапс мелких дыхательных путей, так называемая воздушная ловушка. И это помогает пациентам выдыхать, это решает одну из проблем патогенеза ХОБЛ и патогенеза обострения ХОБЛ, гиперинфляция, невозможность вдохнуть, потому что пациент не может изначально выдохнуть воздух, который буквально застрял в его измененных эмфиземе легких. Второй эффект это расправление верхних дыхательных путей, он тоже очень хорошо известен. Маска, создавая положительное давление, она создает давление не только в легких, но и в верхних дыхательных путях, в носоглотке, в ротоглотке, раскрывает верхние дыхательные пути и обеспечивает поступление воздуха. Тем самым решается проблема обструктивного апноэ, такой достаточно частой проблемы, которая есть у многих пациентов с избыточным весом. Вот поэтому одновременно, занимаясь лечением дыхательной недостаточности, мы компенсируем также у пациента проблему обструктивного апноэ. Следующий слайд. Основной вопрос, который, наверное, волнует всех врачей, когда начинать вентиляцию, какие показания существуют для проведения неинвазивной вентиляции легких. Следующий слайд. Есть очень удобные, старые, но отнюдь неплохие показания для начала неинвазивной вентиляции легких. Их последний раз я встретил в журнале Lancet в 2009 году в обзорной статье о неинвазивной вентиляции легких при острой дыхательной недостаточности. Эти критерии, эти показания работают для пациентов с острой дыхательной недостаточностью, то есть для пациентов, поступающих в стационар с клиникой обострения каких-то заболеваний или, допустим, с каким-то острым заболеванием. Как правило, это инфекционный какой-то процесс. Показания следующие. Респираторный ацидоз с любым уровнем гиперкапния, гипоксимия с индексом оксигенации менее чем 200, одышка в покое, субъективное ощущение дыхательного дискомфорта, тахипное более 25 с использованием вспомогательной дыхательной мускулатуры и парадоксальное дыхание. Наличие трех критериев из пяти в любой комбинации помогает выбрать нужного пациента, которому необходимо неинвазивной вентиляции легких. То есть помимо классического показания респираторный ацидоз и гиперкапния, одышка в покое, плюс тахипное, вот, допустим, типичный пациент для начала неинвазивной вентиляции легких. Следующий слайд. Рекомендации были, естественно, изменены. Вот рекомендации, которые я нашел в 2016 году, опубликованные британским таракальным обществом. Тоже проблема острой дыхательной недостаточности. Как вы видите, они разделили несколько нозологических групп ХОБЛ, нейромышленные заболевания, ожирение и гиповентиляция, синдром ожирения и гиповентиляция. Для всех пациентов, для пациентов с ХОБЛ и пациентов с синдромом ожирения и гиповентиляция, гиперкапния и респираторный ацидоз. Выделено отдельное показание тахипное более 23. У пациентов с ХОБЛ обязательно эти показания рассматриваются на фоне терапии бронхотелиотатором и проведении кислородотерапии. Для пациента с ожирением и гиповентиляцией наличие сомнливости и умеренной гиперкапнии также является показанием для начала неинвазивной вентиляции легких. Отдельно рассмотрены не проблемы нейромышленных пациентов. И там, обратите внимание, указывается, что если заведомо известно, что у пациента с нейромышленным заболеванием, жизнь и емкость легких в абсолютных цифрах составляет меньше, чем 1 литр, и у него тахипное более 20, этого может быть достаточно для начала неинвазивной вентиляции легких. Есть тут описанные противопоказания. Допустим, нежелательные пациенты, которым, естественно, мы хотим оказывать им помощь, но нежелательно проводить неинвазивную вентиляцию легких. Это астма и пневмония. И таких пациентов следует направлять вводить при нарастании одышки, при развитии тахипной или респираторного ацидоза. Есть стандартные абсолютные противопоказания. Это известные ожоги лица, травма лица, обструкция верхних дыхательных путей тяжелая. Относительные показания – это тяжелый респираторный ацидоз или снижение уровня сознания, дезориентация, возбуждение. Обозначены в этих рекомендациях показания для перевода в отделение интенсивной терапии. Есть даже необходимые стартовые параметры, про них мы, наверное, попозже поговорим. И оговорены красные флаги, в том числе нарастание ацидоза на фоне неинвазивной вентиляции легких, нарастание тахипной на фоне неинвазивной вентиляции легких, нарастание нарушения сознания или увеличение выраженности одышки. Следующий слайд. Нет необходимости проводить неинвазивную вентиляцию легких. Хорошая рекомендация, показанная зеленым цветом, это острая, опять же, дыхательная недостаточность. Гиперкопния у пациентов с ХОБЛ, 4 плюсика поставлены, сильная рекомендация за. Кардиогенный отек легких, 3 плюсика, сильная рекомендация за. Рекомендация против не проводить профилактика гиперкопнии, то есть у пациентов без гиперкопнии пытались давать им неинвазивную вентиляцию легких, чтобы предотвратить гиперкопнии у пациентов с обострением ХОБЛ, скорее против. И постэкстабляционная дыхательная недостаточность уже после развития данного эпизода тоже против. Что еще за? Иммунный дефицит пациенты с иммунодефицитом и дыхательной недостаточностью. Слабая рекомендация за. Постоперационные пациенты профилактические, слабая рекомендация за. Палиативная помощь, облегчение одышки в терминальном состоянии, слабая рекомендация за. Травма, если позволяет, если нет противопоказаний, можно. Пандемические вирусные инфекции. Вот Денис Николаевич наверняка будет и про это говорить. Пока на 2017 год мы еще не знали про коронавирус, второй коронавирус. И тут стоял прочерк, рекомендации даны не были. Наверняка они будут изменены в следующей редакции. А вот постэкстабляционный пациент с высоким риском, профилактика, слабая рекомендация за. Очень хорошая идея давать пациентам после экстубации неинвазивную вентиляцию легких до развития дыхательной недостаточности. И, наконец, отлучение пациентов с гиперкопнией. Перевод с трахеустомы на неинвазивную вентиляцию. Хорошая тоже рекомендация, к сожалению, слабая, но также за неинвазивную вентиляцию легких. Следующий слайд. Каков алгоритм? Он очень, конечно, приблизительный. На мой взгляд, он выглядит таким образом. Определение типа дыхательной недостаточности. Гипоксимическая, гиперкопническая. Гипоксимическая на первое место, конечно, выходит кислородотерапия. Сначала низким, потом высоким потоком. Может быть, и высокопоточная кислородотерапия. Возможно, попытка неинвазивной вентиляции легких, особенно если есть показания. И, естественно, основной метод терапии второй линии для гипоксимической дыхательной недостаточности. Это искусственная вентиляция легких. Гиперкопническая дыхательная недостаточно. Здесь на первое место, конечно, выходит неинвазивная вентиляция легких. Может быть, в сочетании с кислородом, может быть, без кислорода. И при неэффективности, при несрабатывании каких-то механизмов, конечно, такие пациенты нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких. Следующий слайд. Вот наверняка про ковид много вопросов. И, естественно, наверное, Денис Николаевич про это будет говорить гораздо больше. Я всего лишь один слайд приведу. Потому что на сегодняшний день у нас, я не нашел, по крайней мере, пока еще готовых исследований по неинвазивной вентиляции при ковид. Наверняка это будет. Предложен, там был небольшой систематический обзор исследований при первом типе SARS-инфекции, при MERS-инфекции. Предлагают такой алгоритм. Умеренная гипоксимия, высокопоточная кислородотерапия и положение на животе, пронпозишн. Более выраженная гипоксимия, неинвазивная вентиляция легких пронпозишн. Неэффективность терапии или нарастание гипоксимии, искусственная вентиляция легких. Естественно, это все оспаривается. Естественно, это все, к сожалению, пока на сегодняшний день не подтверждено в каких-то более крупных исследованиях. Следующий слайд. Наконец, хроническая дыхательная недостаточность. Это пациенты, которые регулярно ходят к ему прием к врачу. Более тяжелые пациенты, инвалидизированные своим заболеванием. Хроническая дыхательная, хроническая обструктивная болезнь легких. Показания к вентиляции. Эти рекомендации достаточно старые. Им уже больше, чем 20 лет. Но они также по-прежнему актуальны и действительны. Гиперкапния более 55, абсолютные показания. Или более умеренная гиперкапния 50-54 плюс либо гипоксимия, либо частые госпитализации. Да, вот этот тот самый фенотип область с частыми госпитализациями. Это показания для неинвазивной вентиляции легких. Обратите внимание, что для других групп заболеваний, ожирение, кифосколиоз, нейромышечные, абсолютным показанием к вентиляции является гиперкапния более 45. И обратите внимание, что для нейромышечных пациентов, единственные пациенты, у которых сперметрия и снижение объема легких ниже 50%, может также являться основанием для начала неинвазивной вентиляции легких. Следующий слайд. Ну, конечно, рекомендации не стоят на месте. И новое издание рекомендации Немецкого общества пульмонологии в 2017 году. Вот такое резюме я здесь сделал в этой табличке. Обратите внимание, что согласно Немецкому обществу пульмонологов, гиперкапния более 50-55 уже является показанием. Здесь не нужны какие-то дополнительные факторы. Ночная гиперкапния более 55. Разница между днем и ночью в 10 мм рт. столба по уровню клекислого газа. Сохранение гиперкапния через 14 дней после эпизода острой дыхательной недостаточности и отлучение от искусственной вентиляции легких – это все показания для длительной неинвазивной вентиляции легких пациентов с ХОБЛ. Отдельно оговорены рестриктивные заболевания. Здесь новое – это ночная гиперкапния более 50. И разница между днем и ночью также в 10 мм рт. столба. Нейромышечные заболевания. И обратите внимание, вот хорошая рекомендация. При снижении объема легких на 10% за 3 месяца. То есть прогрессирование нейромышечного заболевания без гиперкапнии является основанием для начала неинвазивной вентиляции легких. И очень интересные новости у пациентов с ожирением. Несмотря на тяжесть гиперкапнии, несмотря на внешние признаки легочного сердца, можно начинать не инвазивную вентиляцию легких, а более простую и дешевую СИПАП-терапию. И у большинства пациентов наблюдается хороший ответ на один лишь СИПАП, который сам по себе не является методом респираторной поддержки. То есть компенсация обструктивного апноэ во сне у пациентов с ожирением и гипервентиляцией может быть достаточно для коррекции не только апноэ, но и гиперкапнии. Это очень интересно и это доказано на сегодняшний день. Но, естественно, при непереносимости или неэффективности неинвазивной вентиляции СИПАП-терапии можно прибегать к неинвазивной вентиляции. И особенно у тех, у кого сохраняется апноэ или пробуждение, или у кого более выраженные падения сатурации ниже 80% во время сна. Следующий слайд. Противопоказания тоже есть. Основные противопоказания. Невозможность использовать маску, остановка дыхания в рамках, наверное, клинической смерти, гипотензия, шок, аритмия, желудочно-кишечное кровотечение с арботой. Это, естественно, противопоказания к вентиляции. Ажитация, невозможность к операции. Да, но мы можем воспользоваться легкой седацией. Нарушение глотания. Да, но мы можем поставить гастростому. И это решает проблему с глотанием. Избыточный секрет. Различные способы выделения мокроты, откашливателей, я про него сейчас расскажу в конце, бронхоскопии, какие-то медикаменты, способны предотвратить вот эту проблему, невозможность использовать неинвазивную вентиляцию легких. Следующий слайд. Место неинвазивной вентиляции легких, вот я просто хотел на этом слайде показать, есть пациенты, не нуждающиеся в респираторной поддержке, здесь все просто, мы можем ограничиться кислородом или просто медикаментами, есть пациенты, нуждающиеся в респираторной поддержке, без наших методов пациент, к сожалению, умрет. Среди тех, кто нуждается, есть те, которым достаточно неинвазивной вентиляции легких, и тем, кому недостаточно. Так вот, искусство врача состоит в том, чтобы уметь разделять вот те группы, да кому достаточно и кому недостаточно. Разные нозологии совершенно, вот пропорция таких пациентов, она разная. Для ХОБЛ, допустим, большинству пациентов достаточно неинвазивной. А вот для такой проблемы, как пневмония, тяжелая пневмония, вирусная пневмония, здесь роль неинвазивной вентиляции, она гораздо более скромная, может быть, вот там буквально единичным пациентом. Следующий слайд. Да, это вот как раз на примере обострения ХОБЛ, вот такой уровень ацидоза, как правило, выделяет группу пациентов, нуждающихся в вентиляции. Следующий слайд. Место неинвазивной вентиляции, на самом деле, ее можно использовать на всех этапах оказания помощи, и в этом основная идея, чтобы была этапность передачи пациента от интенсивных отделений в отделение общего профиля, пульмологические отделения, в лабораторию сна, где можно подбирать параметры под контролем сомнологии, и в некую службу, которая наблюдает пациентов длительно на даму. Вообще, вот задача стационара – это не только спасти пациента, но и подобрать ему, определить показания, если у него есть показания для длительной вентиляции, и подобрать параметры, выписать и передать в службу, которая будет наблюдать его амбулаторно. Вот это идеальная ситуация, и тогда все действительно начинает очень интересно и хорошо работать. Следующий слайд. Вот здесь как раз я представил такой путь пациента по стационару. Он получает вентиляцию в период обострения. Если у него есть хроническая дыхательная недостаточность, ему эмпирические, то есть вслепую выбираются параметры вентиляции, его направляют в лабораторию сна, параметры титруются под контролем приборов из лаборатории сна. Если какие-то необходимые палеотивные вмешательства, допустим, принятие решения о необходимости интубации или неинтубации в конце жизни, подбора медикаментозной терапии, в том числе для компенсации одышки и выписка пациента под контроль амбулаторной службы, которая будет наблюдать его пациента, такого пациента наблюдать на Адаму. Следующий слайд. Еще раз. Вот. Ну, проблема острой дыхательной недостаточности, она касается пациентов в стационаре, и вот здесь основная идея, что по мере нарастания тяжести пациента, пациент нуждается все в более-более агрессивных методах наблюдения, вот, и должна быть обязательно между реанимацией и общим отделением такая вот промежуточная, вот как на этом слайде, линия, где проводится неинвазивная вентиляция и неинвазивный мониторинг. То есть для тех пациентов, которые недостаточно тяжелы для реанимации, но слишком тяжелы для общего отделения, очень важно, чтобы было свое такое полуинтенсивное отделение, где были методы мониторинга, были методы вентиляции, но при этом, чтобы сохранялось какое-то лучшее качество жизни пациента в стационаре вот на данный момент. Следующий слайд. Вот, и вот основная идея неинвазивной вентиляции – это забрать какое-то количество коек, ну, не коек, а точнее, пациентов с реанимационных коек, вот, допустим, здесь 12 коек, из них 4 – это тяжелые пациенты с полиорганной недостаточностью на искусственной вентиляции легких, и 8 пациентов с легким респираторным ацидозом, которые сейчас проходят стадию, допустим, отлучения от ЭВЛ, или требуется только неинвазивный мониторинг. Вот основная идея неинвазивной вентиляции, таких полуинтенсивных, это освободить реанимационные койки, которые должны быть, должны быть использованы для более тяжелых пациентов, допустим, для пациентов с тяжелым течением COVID, вот, а обострение хобл лечить в менее интенсивном отделении, допустим, с помощью метода неинвазивной вентиляции легких. Следующий слайд. Еще раз. Вот, по поводу хронической дыхательной недостаточности, как использовать аппарат, вот, здесь больше вопрос про длительность вентиляции, как правило, вентиляция во время сна, не существует данных о том, что дневная вентиляция может заменить ночную, то есть, если этот пациент нуждается в ночной вентиляции, ну, вентиляция, как правило, проводится ночью во сне, можно увеличивать время вентиляции вплоть до 24 часов, но это надо согласовывать с пациентом, потому что мы должны понимать, что мы приближаем к пациенту к зависимости от респиратора. И мы должны рационально использовать методы симптоматического контроля одышки, потому что пациент не должен спасаться только маской от тяжелой одышки, особенно у нейромышечных пациентов. Если пациент, допустим, с нейромышечным заболеванием склонен к проведению искусственной вентиляции легких через трахиостому, то в плановом порядке, не дожидаясь тяжелого обострения, не дожидаясь в зависимости от масочного аппарата, в стационаре пациент должен быть переведен на вентиляцию через трахиостому. Это тоже вариант респираторной поддержки. Следующий слайд. Вот здесь я показал судьбу пациента, который переходит на вентиляцию. Вот вы видите, старт вентиляции, уже какое-то время заболевание прогрессирует. Пациент может проходить обострение или прогрессирование заболевания, которое, как правило, совпадает с обострением. Если необходимо, мы согласуем с пациентом изменение режима вентиляции. То есть если раньше мы говорили о том, что только ночью, то теперь мы вынуждены и днем пользоваться аппаратом. Нарастает роль симптоматических методов помощи. И, к сожалению, на фоне прогрессирования заболевания пациенты, многие умирают. Если это пациент устраивает, то он может здесь перейти на трахиостомическую вентиляцию для продолжения своей жизни. Особенно, опять же, если это не столько про ХОБЛ, сколько, допустим, про пациентов с нейромышечным заболеванием. Следующий слайд. Вот. И опять вопрос, вот когда переходить на искусственную вентиляцию легких, опять же, по поводу хронической дыхательной недостаточности. Во-первых, маска некомфортна и не обеспечивает адекватность вентиляции. Сама ненвозная вентиляция непереносима, неэффективна, не получается скомпенсировать дыхательную недостаточность. Пациенты аспирируют и часто аспирируют, что, в общем, конечно, погодно сказывается на этой дороге. Мокроту невозможно откашлять каким-либо образом. И если, допустим, пациент переведен на ЭВЛ по поводу какой-то острой ситуации, мы его не можем вернуть на неинвозивную вентиляцию. Вот это, наверное, основные пять таких показаний для перевода на трахиостому по поводу прогрессирования хронической дыхательной недостаточности. Следующий слайд. А лучшее место для проведения неинвозивной вентиляции легких – это дом. Вот, несмотря на сложности с госпитализацией, несмотря на отсутствие реанимации дома, вот, необходимость обучения – это лучшие психологические условия для вентиляции, нет внутриболичной инфекции. В общем, по поводу неинвозивной вентиляции легких здесь сомнений нет. Если пациент нуждается в длительной вентиляции, как правило, оно начинается в стационаре, но проводится обязательно в домашних условиях. Следующий. И еще разок. Спасибо. Какие параметры мы задаем? Мы выбираем три таких основных, как сказать, три основные вещи. Это режим, давление и параметры, которые нам характеризуют вдох. Режимы могут быть принудительные, вспомогательные. Ну, допустим, вспомогательный, чаще всего режим называется S, принудительный – T. Принудительный вспомогательный режим – ST, иногда он называется AC, resist control. И режимы всякие интеллектуальные. Вот сегодня я попытаюсь успеть, наверное, рассказать про режим FX. Режим, который поддерживает дополнительный объем воздуха у пациентов, которые нуждаются, у которых снижается объем вдыхаемого воздуха. Аппарат сам меняет параметры вентиляции, чтобы поддержать их дыхательный объем. Давление – это самое главное, наверное, что выставляется в вентиляции. Мы ставим две цифры – давление на вдохе и давление на выдохе. Какие цифры, мы поговорим сейчас буквально на следующем слайде. И все, что касается вдохов. Это частота дыхания, частота принудительных вдохов, ниже которых пациент не может дышать, то есть аппарат будет дышать за него. Отношение вдох к выдоху или время вдоха, тут либо-либо. Чувствительность аппарата ко вдоху – это триггер вдоха и триггер выдоха. Соответственно, параметры, которые реагируют на начало и на конец вдоха пациента и помогают аппарату понять, когда начать вдыхать, когда начать выдыхать. И Rise Time – это время, с которым аппарат набирает давление. Это показатель комфорта, который тоже очень важен для пациентов. Следующий слайд. Основные режимы. Вот в правом столбике – это не инвазивная вентиляция легких, это режим С, Т и С, Т. Принудительный, вспомогательный, принудительный, вспомогательный. И основные параметры – это IPUB и EPUB. Давление на вдохе и давление на выдохе. Следующий слайд. Режим. Вот С или Т – принудительный или вспомогательный. Это очень интересный разговор. Основной плюс режима принудительных, вспомогательных режимов – это что респиратор слушается пациента. Он с помощью системы триггеров подстраивается под дыхание пациента. Но минусом является то, что пациенту надо работать с этими триггерами и тратить свои силы на активацию вдоха и поддержание вдоха так, как необходимо пациенту. В режиме Т он менее комфортен, потому что аппарат не слушается пациента. Но здесь вот скорее надо врачу поработать с аппаратами и с пациентом, настроить нужную частоту дыхания, синхронизировать их вручную. Результат будет совершенно другой, что пациенту не надо будет тратить силы на активацию вдоха, на поддержание вдоха. И мы добиваемся, как правило, в принудительных режимах большей разгрузки дыхательной ускулатуры. Следующий слайд. Вот по поводу режимов С, Т и так далее. Вот здесь в левой части экрана показан принцип вспомогательной вентиляции. Наверху стрелочкой синий показана работа инспираторного триггера. С колебания потока или колебания давления в дыхательном контуре – это то, на что реагирует аппарат, начиная подавать то давление, которое мы зададим, давление на вдохе. А вторая стрелочка вертикальная показывает окончание вдоха. Здесь аппарат рассчитал 25% максимального потока и переключил вдох на выдох. Таким образом, с помощью системы инспираторного и экспираторного триггера мы можем автоматически регулировать длину вдоха, длину и частоту дыхания в соответствии с запросом пациента. А в режиме Т здесь все гораздо проще. Мы задаем количество вдохов, и мы задаем длину, и все. И, собственно, аппарат по этому алгоритму начинает давать вдохи и частоту, и длину вдоха. Режим С, Т – принудительное вспомогательное. Если частота дыхания пациента меньше заданной частоты дыхания, то включается режим принудительный. Если частота дыхания пациента больше, чем заданная принудительная частота дыхания, то включается вспомогательный режим. То есть, если пациент дышит часто, он дышит в вспомогательном режиме. Как только он режается, он переходит в принудительный режим вентиляции. Следующий слайд. Вот так выглядит, собственно, принцип вентиляции. 15 на 4. Это столбик воздуха и разница между вдохом и выдохом и обеспечивает поступление воздуха в дыхательные пути. Следующий слайд. А вот, собственно, я обещал, кому какое давление. Самое низкое давление надо нейромышечным пациентам. В данном случае здесь где-то 14 на 4, 14 на 2. Небольшое давление на вдохе и небольшое давление на выдохе. При сколиозах, при рестрикции требуется большее давление, чтобы раскрыть грудную клетку. 20, допустим, 22 сантиметра водного столба. Хобл, обструкция, гиперинфляция. Поэтому увеличивается давление и на вдохе для преодоления обструкции, и на выдохе. Помните, в самом начале говорил эффект для предотвращения экспираторного коллапса, для разрешения воздушной ловушки. И самый тяжелый пациент, допустим, хобл плюс ожирение, самое большое давление, там несколько факторов. И ожирение требует большого давления, и обструктивное пное требует большого давления. Здесь может быть давление 35 или 40 на 10, допустим, и даже больше. Следующий слайд. Кому увеличивать давление на выдохе? В принципе, по умолчанию это 4 сантиметра водного столба. Увеличивать надо двум группам пациентов ожирение с апноэ, хобл или эмфизема. Вот в этих двух ситуациях мы увеличиваем давление на выдохе для наших пациентов. Вот если кто интересуется, рекрутмент альвеол, невозимая вентиляция легких не лучшее место для проведения рекрутмента альвеол, поэтому спавшиеся альвеолы я не указываю специально как показания для увеличения экспираторного давления. Скорее, это надо делать на искусственной вентиляции легких. Следующий слайд. Вот здесь, если кто занимается детьми, показаны нормы, медианы, возрастные частоты дыхания и выбирая частоту дыхания следует ориентироваться на возраст. Ну, слава богу, во взрослой практике у нас у всех пациентов приблизительно одна нормальная частота дыхания. Вот здесь, если два раза сейчас еще раз вперед, еще раз вперед нажать, я такой небольшой пример и еще разок. Вот, обратите внимание, это хипной 50, далее неинвазивная вентиляция легких, частота дыхания снизилась до 20, и вот мы поставили частоту дыхания 16. Это значит, что пациент постепенно на вентиляции будет снижаться до 16, и по достижении этого показателя он перейдет в принудительный режим вентиляции, который очень, как мы говорили уже, хорош для разгрузки дыхательной мускулатуры. Можно таким воспользоваться, как сейчас говорят, лайфхаком. Следующий слайд. Соотношение вдох-выдох какое? У нормального пациента без патологии легких один к двум, при обструкции один к трем и даже больше один к четырем, при рестрикции один к полутора и даже один к дому. То есть для рестрикции нам надо время, чтобы раскрыть легкие, более длинный вдох. Для обструкции нам, наоборот, надо время, чтобы сделать выдох у пациентов с хоболой, с эмфиземой. Поэтому выбор длинный вдох, выбор соотношения вдох-выдох, оно связано с тем, какое заболевание мы лечим. Следующий слой. А вот схема работы и даже каких-то основных ошибок инспираторного и экспираторного триггера. Если триггер недостаточно чувствителен, аппарат не распознает дыхательные попытки. Соответственно, пациент дышит чаще, чем аппарат. Если триггер слишком чувствителен, аппарат дает ложное триггер. Аппарат дышит чаще, чем пациент. Нам надо выбрать золотую середину. То же самое с экспираторным триггером. Слишком короткий, получается, слишком длинный вдох, динамическая гиперинфляция. Слишком высокий экспираторный триггер, слишком короткий вдох, пациент не успевает надышаться. Поэтому вот работа с триггером, она действительно очень тонкая. Это вот этот выбор золотой середины инспираторного и экспираторного триггера, оптимального для пациента. Следующий слайд. Ну, здесь показаны основные предположительные настройки для острой дыхательной недостаточности. Я выбрал не самое большое давление, не больше 20, потому что пациенту он, скорее всего, в первый раз пользуется, ему не очень комфортно. Небольшую частоту дыхания или на 4-5 меньше пациента. У меня стоит режим СТ, поэтому если пациент дышит чаще, ничего страшного. Длину вдоха небольшую, в зависимости от частоты дыхания. Если он дышит чаще, поменьше, если реже, побольше. И, естественно, от нозологии, с которой он поступил. Кислород только для коррекции гипоксимии, которая связана с пневмонией. То есть, как правило, вентиляция может компенсировать дыхательной недостаточности. И следующий слайд. Вот. И как понять, правильно или неправильно, пациенту стало лучше с аппаратом, дыхание синхронизировано, углекислый газ снижается. Вот это основные критерии того, что пациенту лучше. Здесь также другие критерии, которые я указал на слайде. Следующий слайд. И хроническая дыхательная недостаточность. Давление можно побольше, можно даже 30, если необходимо. Давление на выдохе, ну, здесь я бы не стал менять. 4,6. Здесь частоту дыхания можно поставить равной частоте дыхания пациента. Можно, кстати, выбрать режим Т, который подходит для пациентов хронических. Кислород, как правило, не нужен только если у него есть какая-то сопутствующая патология, ну, допустим, более выраженный хобл с амфиземой, и аппарат не может полностью скомпенсировать его дыхательную недостаточность. Следующий слайд. Как понять, эффективно или нет? Значит, улучшение наблюдается прежде всего не только на вентиляции, но и без. Это очень важно, особенно нормализация показателей газообмена и субъективных показателей, оно не только во время вентиляции, но и после вентиляции у пациента держится хорошая сатурация. Это очень хороший симптом правильно подобранной вентиляции. Ну, естественно, у него функциональное улучшение, допустим, нормальная ночная пульсоксиметрия, нормальный уровень углекислого газа, исчезли эпизоды апноэ, что, в общем, тоже очень хорошо для наших пациентов. Следующий слайд. Вот, и буквально несколько слов про некоторые машины, которые есть на сегодняшний день. Кстати, аппаратов сейчас появляется на сегодняшний день все больше и больше, это очень хорошо. Конечно, в идеальной ситуации у нас должно быть максимальное количество разных приборов, которые позволяют подобрать, учитывая индивидуальные особенности для каждого пациента, свою машину. Вот такая рабочая машинка BIPAP-A30. Давление до 30, то есть мы можем вентилировать практически все нозологии. Есть интересная функция AutoTrack, но она есть на каждом приборе этой серии. Компенсирует утечки, то есть позволяет справиться с утечкой, которая очень часто бывает при вентиляции через маску. Система Drybox, очень хорошая идея, из увлажнителя не перельется вода в аппарат, чего очень часто мы боимся, потому что аппарат может просто сломаться от этого. Есть модуль подключения к системе полисомнографии, то есть мы можем, как я там рассказывал в лаборатории сна, тетровать паралитровентиляции. И есть основные режимы, в том числе вот этот интеллектуальный режим AWAPS. BIPAP-A40 отличается более высоким инспираторным давлением, то есть для более коморбидным, для поле тяжелых пациентов. Это хороший встроенный аккумулятор на 5 часов работы, и это пограничный аппарат, который можно использовать не для круглосуточной, но для не полностью в течение дня вентиляции через тракеустон, через специальную насадку. И следующий слайд. Аппарат Trilogy, это вот аппарат более высокого класса, у него инспираторное давление до 50 сантиметров в одном столбе, у него есть режимы вентиляции, известные нам по давлению. Появляется режим SIMV, более такой интеллектуально продвинутый, чем наш режим ST. Режимы вентиляции по объему, то есть это аппарат искусственной вентиляции легких, он может проводить объемную вентиляцию в известных режимах. Он может проводить вентиляцию через мундштук, у него есть встроенный аккумулятор, естественно. Три варианта контура, есть контур для неинвазивной вентиляции легких и два варианта контура для искусственной вентиляции легких с потоковым датчиком или с датчиком давления для лучшей синхронизации. Этот аппарат можно подключать к источнику высокого давления, то есть его можно использовать в стационаре и давать фракцию кислорода до 100%, что очень хорошо для пациентов с острой дыхательной недостаточностью. И интересная система компенсации утечек по объему. Некоторым пациентам в связи с невозможностью проведения вентиляции по давлению неинвазивно можно использовать вентиляцию по объему. Она, конечно, не так приветствуется, поскольку утечка может просто свести на нет эффективность вентиляции, но есть система компенсации утечек, и некоторым пациентам, особенно с ожирением, можно проводить объемную вентиляцию через маску, что очень здорово. Следующий слайд. И вот один буквальный момент. Да, следующий. Спасибо. Это откашливатель. Это не прибор респираторной поддержки, это прибор для дренирования мокроты. По-другому называется механический инсуфлятор-эксуфлятор. Прибор, придуманный для нейромышечных пациентов, где-то во второй половине 20 века. Он противопоказан при хоболэмфиземии и риске пневмоторакса, но у других заболеваний, особенно, вот еще раз, нейромышечные и, допустим, тяжелая какая-то энцефалопатия с невозможностью откашивать мокроту, вот это очень хорошая методика. Можно использовать как через маску, так и через трубку эндотрахеальную, трахеостомическую, как на этой иллюстрации. Дома и в стационаре, то есть и профилактика, и лечение обострений. И, наверное, его можно использовать в комплексном процессе отлучения пациента от искусственной вентиляции легких и переводе на неинвазивную вентиляцию. Следующий слайд. По-моему, последний. Да, большое спасибо, с удовольствием отвечу на вопросы. Спасибо большое за интересную очень лекцию. Действительно, есть вопрос, Василий Андреевич. Вопрос первый. Ковид-инфекция, двустороннее пневмония, ДН, плюс астма. Не показано. Странный вопрос, но как есть, так есть. Ну, я думаю, что любая нозология, ну, имеет право на попытку неинвазивной вентиляции легких. Если у кого-то критического ухудшения, ну, процесса умирания в данный момент, если астма, наверное, начинает разрешаться, да, потому что неинвазивная вентиляция легких – это отнюдь не метод купирования астматического статуса. Вот, ну, в общем, если вот эти два заболевания наложились друг на друга и, может быть, привели к формированию гиперкопниния, то, мне кажется, вот это очень хороший вариант для неинвазивной вентиляции легких. Опять же, опыт неинвазивной вентиляции легких при COVID есть. Наверное, не каждый пациент, отнюдь не каждый пациент с COVID может вентилироваться, и отнюдь не каждый пациент с астмой может вентилироваться. Но, опять же, это не противопоказание, это пациенты, с которыми очень надо внимательно к ним отнестись и индивидуально решить. Что вы скажете по поводу откашливателей при муковицидозе? Я против. Я против, потому что на сегодняшний день по-прежнему нет исследований, хотя эту методику как бы оффлэйбл использует. Я видел побочные эффекты откашливателей у здоровых пациентов, ну то есть у пациентов с интактными легкими, видел в случае пневмоторекса, видел в случае, слава богу, нетяжелых кровотечений у пациентов с недавно удаленными трахеостаническими конюлями. Поэтому я крайне аккуратный был бы при муковицидозе, где и риск пневмоторекса, понятно, есть, и риск легчиного кровотечения. Кто ответственный за проведение инвазивной вентиляции легких? Пульмонолог или реабилитолог? Ну я думаю, что еще и с никого нам подольет масло водной. Я думаю, что зависит от того, в каком отделении пациент сейчас находится. Если он находится в отделении пульмонологии, то ответственен врач, который взял в руки этот прибор в этом отделении. Если он находится в реанимации, соответственно, реаниматолог, в общем. Но самое главное, что и та, и та, и другая специальность может использовать прибор в своих, хотел сказать, палубных, в своих, наоборот, святых целях спасения жизни. А может ли неинвазивная вентиляция легких способствовать расправлению от алектазов? Ну я, в принципе, я считаю, что нет. Потому что от алектаз, если он связан с застоем мокроты, надо выводить мокроты, надо выводить эти пробки. Вот. А нинвазивная вентиляция, в принципе, ну оно никак не влияет на выведение мокроты. Если мы говорим про спавшиеся легкие вследствие острого повреждения легких, о чем, наверное, Дени Николаевич будет сейчас говорить, я думаю, что нинвазивная вентиляция легких здесь не справится. Так как, как только мы снимем маску, легкие снова схлопнутся. Вот. Поэтому я думаю, что роль очень ограничена при этом. При ковид наблюдаем рестриктивные изменения. Следовательно, при НИВЛ вдох-выдох один к одному. Верно? Ну, я один к одному, это такое радикально. Я бы один к полутора, один к двум. Вот. Но опять же, мы можем, ну, не только на какие-то вещи ориентироваться, мы прежде всего на физиологию пациента должны посмотреть. Улучшается оксигенация на соотношении один к двум, и целевые показатели достигнуты, можно остановиться. Не улучшается. Можно попробовать увеличить вдох, расправив легкие дополнительные. Какая литература может быть полезна нашим слушателям по этому поводу? Я очень люблю «Механическая вентиляция легких», автор Сатишур. Я обожаю эту книгу. Вот. Для ремокологов, наверное, она достаточно простая, для пульмонологов, для терапевтов это то, что надо. Потому что там от А до Я разжевано все, от самых простых до самых сложных режимов. Какого возраста от кашля у тебя применяется? С нуля. Отлично. С нуля. Василий Ильич, спасибо вам огромное за интересную акцию.